Всем привет, это Родин Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Как в Китае могла возникнуть конница без участия кочевников? Ну, казалось бы, это очевидно, она появляется для того, чтобы противостоять этим конным отрядам. Как могла появится военная наука из культа предков? Ну и в конце концов, можем ли мы доверять всем этим сведениям о многомиллионных китайских армиях древности? Сегодня с Алексеем Пастуховым мы продолжаем разговор о китайской армии древности. Ну а прежде чем мы начнем, я в очередной раз хочу поблагодарить наших подписчиков, тех людей, которые обеспечивают вас качественной научной информацией об истории. Если вы тоже хотите стать спонсорами Родины Слонов, заранее знать ее темы и задавать специалистам вопросы, вы можете воспользоваться сервисом patreon.com, если вы живете не в России, или зайти на наш сайт прошлое.ком.donate и оформить там платную подписку. Да, смотрите, вы сказали, что тактика в первый период, там еще в эпоху Шана, она практически не восстанавливается, мы только догадываться можем. Только, да, ну есть такие периоды. Ну что? Да. А Джоу и Хань уже, точнее Цинь, а уже проще восстановить, и мы лучше понимаем. Ну, дело в том, что вот если, значит, у нас Самотян писал в первом веке до нашей эры, там где-то около 86-го года, по-моему, закончил он свой труд, то, ну там, ну лет 200, да, то есть он как-то даже, если он что-то переносит, то он переносит не на тысячу лет, да, не на полторы тысячи лет. То есть, возможно, какие-то параллели есть. Но у нас есть более ранние, значит, как бы трактаты, то есть традиционно считается, что это там четвертый, там пятый век до нашей эры. Это Сунзи, это Иудзи, да, то есть как бы, соответственно, вот уже если их внимательно читать, то там вот у нас есть такой классический перевод, есть Конрада, есть менее известный перевод полковника, значит, по-моему, Сидорова. Ну, эти все переводы, они как сделаны с точки зрения филолога, да, такого вот человека, владеющего китайским языком, как языком изящной словесности. И, например, вот академику Конраду, в общем-то, было, ну, достаточно безразлично на какие-то военные реалии, и он говорил, что, ну, некоторые там термины, там я вот не буду там вдаряться в подробности, и вот буду переводить, например, там китайские меры веса как фунт, там, да, там какие-то там меры измерения, там вот, как у нас, значит, типа, он будет написать, что это рубль и копейка, да, то есть вот берем его классический перевод, и там у него фунт, там пуды, там копейки, рубли, ну, в общем-то, как-то о чем это говорит, что читаешь Сунзи и не понимаешь, что там в нем военно, вот специфически. Но вот в то же самое время один из моих товарищей, значит, как-то заглянул, я стараюсь Сунзи не смотреть лишний раз, потому что можно умом тронуться, вот, язык все-таки не тот, к которому я привык, работая с документами 18-19 веков, вот, и, соответственно, можно при желании перевести, но это нужно, по-моему, погрузиться, и вот был у меня как-то, вот, говорю, озарение, когда пришлось много перевести. Так вот каждый день это не полезешь, но там очень много действительно реалий военных, да, и начинает, что, вот, если мы берем несколько сразу трактатов этого военного канона и начинаем сравнивать, то, наверное, самый ценный из них был бы лютао, да, это шесть стратегий, довольно умозрительный, может быть, потому что он сильно дополнялся, он сильно там потом, значит, как бы, ну, возводился, скажем так, в качестве какой-то такой основы, да, и даже в 19 веке считал, что лютао нужно обязательно, но начинает, что, прорезываться, скажем так, вот на поверхность, что есть мощные построения пехоты, что пехоту эту муштруют, что ее набирают, скажем так, да, потом, значит, ее начинают, этот курс молодого бойца, сначала учат очень много, подготовка, значит, строевая, чтобы они умели ходить. Для этого, значит, сначала даже барабан не дают, дают кусок черепицы, он звенит, по нему, значит, сидит этот капрал и бум-бум-бум-бум, они, значит, там ходят. Вот, соответственно, когда отрабатываются перестроения, отрабатываются правила, значит, построения, то есть, значит, как строить такой строй, как строить такой строй, передвижения, что интересно, передвижения были очень разные, в том числе ползком. воинов могли положить и заставить ползти. Причем неважно, как они вооружены, они могли ползти. То есть, по условиям. Надо ползти. Вот. Потом, поскольку... А в чем в этом смысл? Огнестрельного оружия нет, а все равно навесной. Вот так вот в тебя попадет. Вот не могу сказать, тем не менее, как факт. Скорее всего, скрытное передвижение, возможно, там, ввиду противника, допустим, близком, чтобы где-то по траве проползти несколько десятков метров и выползти в нужное место. Причем в составе подразделения. Потом было, что очень интересно, была команда сидеть. Вот. То есть, да, видимо, доспехи были достаточно тяжелые, чтобы воины могли присесть и отдохнуть. Просто буквально вот сесть и это самое, некоторое время отдохнуть. И, возможно, опять же, уменьшить потери от стрельбы врага. То есть, да, чтобы стрелы перелетали, да. Ну, как бы это все возникает. Что это значит? Возникает развитая пехотная тактика. Что возникает сразу после этого? Возникает увеличение количества копий, да. То есть, они уже начинают, как бы, ощетиниваться копьями. Они не позволяют себя фронтально атаковать. Что возникает еще? Применяются щиты. Щиты довольно крупные. Причем щиты двух типов. Это такие большие, квадратные. Вот его можно было, если с подпоркой, то как и легкое там укрытие для стрельбы из арбалетов, например, использовать. Можно было нести его там в первой шеренги, да, чтобы прикрывать там воинов, да. Потом, кстати, впоследствии вот у китайцев будет очень интересный вид коллективного доспеха. Это боевое одеяло. Да, разматывается такое полотнище, примерно 3 на 6 метров. Толщина его сантиметров 6. То есть, стеганка плотная, ватная. Его два воина специальных несут. Тут они его разматывают перед строем. И стрелы, ну, скажем, не строй накрывают, а приходится в это одеяло, они его не пробивают, естественно. Когда обстрел заканчивается, они его, значит, тут же раз, сворачивают. Но для этого, опять же, готовили специально воинов. То есть, не каждый дня бы кому давали, а чтобы они быстро могли растянуть его и стянуть обратно. Да, это взаимодействие еще должно быть со строем, их двоих. Абсолютно. Вот. То есть, как бы, вот такие вот вещи возникают. О чем это говорит? Что пехота становится основной ударной силой. Что такие усилия для ее обучения, да, что, ну, это как бы, это очень много для какой-то неорганизованного стада, да. К периоду, о котором мы сейчас с вами говорим, восходят не только первые известные военные трактаты, но и другие интересные китайские источники. Например, из императорской гробницы династии Хань происходит первое описание технологии изготовления вина. Причем на этих шелковых свитках описан процесс изготовления крепкого вина, которая проходила троекратный процесс ферментирования. Технологии изготовления в Древнем Китае относились очень серьезно. Например, известный Ван Ман даже разработал нормы производства вина, где детально прописывались все дозировки всех допустимых ингредиентов. И чем дальше, тем больше в Китае возникают трактатов с описанием рецептов и технологий изготовления вина. В частности, уже тысячу лет назад Сунь Тянь скрупулезно прописал процесс дистилляции и изготовления крепкой гауляновой водки. Традиции это прекрасно, но максимальное качество может дать только их сочетание с самыми современными технологиями стандартизации процессов при сохранении индивидуального подхода к каждой бутылке. Это поняли еще в Древнем Китае. А сейчас этого принципа придерживаются при производстве водки ремесло. Ремесло купажируется малыми партиями на заводе Омск Винпром. При этом ингредиенты поставляются российскими фермерами. И вот, например, если для этой бутылки мед поставлял пасечник Бурдюк, вы видите его подпись на этикетке. Заметьте, кстати, что каждой бутылке присваивается свой уникальный номер. У меня вот номер 247030. Вот это, я понимаю, серьезный подход. У меня на бас-гитаре Фендер тоже есть индивидуальный заводской номер. Если в ремесло выдержанное при производстве добавляют мед от российских фермеров, то ремесло на травах правильно. Дикоросы собраны вручную травницей в Крыму. Плюс сибирская вода. Лучшие ингредиенты со всей страны. На заключительной стадии ремесло на травах проходит угольную очистку. А выдержанное на финальной стадии отдыхает в бочках из кавказского скального дуба, который тоже ручками сделали мастера-бондеры. И я теперь понимаю, почему эту водку назвали ремесло. Ручной труд на каждой стадии. Так что души в этом напитке хоть отбавляй. Ваше здоровье! Возникают какие-то там упоминания иерархии. То есть вот современная китайская военная терминология она во многом растет еще и с тех времен. И там в древности каждый термин он имел вполне четкое значение. То есть вот, например, там люй, например, которая сейчас бригада, тогда это было соединение примерно 2,5 тысячи человек. Армия, дзюнь, тогда это было соединение 12,5 тысяч человек. То есть это достаточно для древних времен, это крупные очень соединения. И в частности, вот это слово дзюнь, оно примерно до середины 20 века сохраняло значение как раз вот типа вот, а как армия у нас переводится традиционно, но вот численность этой армии, как все время у нас говорили, да, она не больше нашей дивизии. Но наша дивизия, это вот 10 с небольшим тысяч человек, в разные периоды там могло 15 быть там, да, но вот это дзюнь, да, то есть как бы вот китайская терминология, она растет, значит, еще и с тех давних времен, очень давних времен. Переосмысление, освежение, скажем так, значения, перенос на новые организационные формы, но оно живет с тех пор. Вот. И вот возникает система, она пятеричная, то есть низшее соединение, это пяток, видимо, это, как выражается, вот я еще раз вспомню это выражение, модуль построения Андрея Васильевича Варенов, что это, значит, типа вот минимальное построение, пять человек. Возможно, это шеренга, в колонне, да, вот, то есть много таких вот маленьких колонн, да, там, допустим, и вот каждое, значит, пять, пять, пять человек, да, вот, потом идет десяток, соответственно, потом двадцать пять человек, потом идет полсотни, сотня, потом тысяча, потом, значит, соответственно, вот две с половиной тысячи, потом, значит, тут дзюнь, который состоит уже из пяти вот таких вот соединений люй, вот, то есть это такая достаточно сложная и упорядоченная структура, которая не на пустом месте возникает, значит, возникла тактика пехотного боя. И, собственно говоря, вот у нас, что мы имеем? Мы имеем период Джаньго, воюющих царств. Это у нас как раз вот буквально там три столетия до того, как Цинь объединит всю, значит, как бы китайскую равнину. Ни одно царство не может взять, скажем, верх, да, то есть какое-то усиливается, становится гегемоном, да, там оно управляет там двумя-тремя, скажем так, зависимыми от него соседями, и в таком союзе они там начинают, как бы там кошмарить всех остальных, но в то же самое время другое царство начинает возвышаться, у него появляются его сателлиты, и один начинает кошмарить первых. и возникают две теории, это теория, значит, союза по вертикали и союза по горизонтали, то есть по горизонтали, это, значит, союзы выстраивались, царств, которые с запада на восток идут, а, значит, по вертикали это с север на юг, то есть, и вот, соответственно, какая группировка брала вверх, значит, та и начинала оказывать большое влияние, по всей видимости, в этот момент, ну, возникает эта вот проблема, как бы стагнации военного дела, когда существующая тактика, существующее вооружение позволяет что-то делать, но не достигать решительной победы, вот. И в этот момент начинает вот китайская мысль работать, как же нам, типа, дальше быть, потому что уже колесницы атаковать плотное пехотное построение практически невозможно, да, к тому же, еще в Лютао там упоминаются колесницы, вот эти тяжелые вазы, которые покрываются, значит, кожаной броней, на них устанавливаются небольшие метательные машины, там тяжелые арбалеты и так далее, которые создают защитный вал, который, как они его толкают перед строем, тоже немножко непонятно, потому что, ну, как бы, колеса-то у них не поворотные, да, вот, но как-то, как-то, в общем-то, это описывается, да, мне вот, например, не совсем понятно, я этим не так подробно занимаюсь, но, тем не менее, как факт, то есть, перед строем пехоты еще мог быть такое мощное полевое укрепление, которое движется, то есть, сражаться становится уже невозможно, колесница, она не позволяет это пробить, вот, кто читал Керапедию, да, шикарный совершенно момент, когда там эти вот колесницы врезаются в плотное построение и колесничьи все гибнут, да, вот, ну, в принципе, любая колесница, врезаясь в тяжелое пехотное построение, такое плотное, оно просто погибнет, потому что, ну, да, они собьют там несколько, там первых, там, да, но остальные будут побиты копьями соседней, вот, потому что плотность все-таки колесничного строя, она не такая большая, и на каждом участке, ну, одной колеснице будет противостоять несколько десятков воинов, соответственно, возникает вопрос, а что делать дальше-то, ну, вот, куда двигаться, все, и начинают появляться, значит, как бы, понимание о войсках правильных, джэн-дзюнь, и войсках странных, ци-дзюнь, вот, ци, это, значит, иероглиф, это вот, кто представляет себе китайский иероглиф всадник, это его правая часть, странный, вот, если добавить к нему иероглиф лошадь слева, то у нас получается ци-всадник, вот, то есть получается, что в древности была решена стратегическая, значит, задача, как одолеть противника на поле боя, мы знаем, мы знаем, что любое фалангообразное построение, оно нечувствует, скажем так, нетерпимо к ударам фланг и тыл, то есть фактически начинает сыпаться при хорошем фланговом входе, то есть скорее всего кому-то из древнекитайских гениев пришло в голову создать конный отряд, кому мы никогда не узнаем. И тут как раз замечательно, да, что получается конница в Китае возникла, мы про это подробнее поговорим в отдельной программе, но конница возникла в столкновении друг друга, друг с другом у китайцев, я имею в виду, а не с кочевниками, как может показаться. Дело в том, что кочевники, вот сразу хочу сказать, вот, начнем с того, что хуася, да, они себя очень сильно высоко, ценили в те годы. Почему? А потому что у них был очень мощный политический центр, где было очень мощное ремесленное производство, высокая культура, да, то есть чем вообще хуася отличается от не хуася, да, то есть любой варвар, да, это И, это на востоке, да, Ди на севере, Мань на юге, там, Жун на западе, они отличаются тем, что они не едят правильную пищу, у них нет правильных ритуалов, они не носят правильную одежду, и у них нет правильных причесок. Вот, то есть, а, еще не живут в правильном доме. Что такое правильный дом по китайским меркам? Это не землянка, это у нас обязательно надземное помещение, там оно как бы, может нам покажется примитивным, потому что оно делается, как говорится, из утрамбованной земли стены, да, но тем не менее, это здание с комнатами, да, вот, правильная одежда, то есть, это тканая одежда обязательно, которая делится на несколько предметов, да, и которая полностью закрывает тело, то есть, не оставляя обнаженными, там, какие-то части, которые могут там вызвать, ну, скажем так, нездоровые мысли, да, правильная прическа, то есть, каждому социальному, там, или полувозрастной какой-то группе, или социальному статусу, соответствует твоя прическа, да, то есть, это тоже очень важно, правильный ритуал, значит, все отношения в обществе Хуася регулируются ритуалом, почему? Потому что их слишком много, как-то нужно знать, кому подчиняться, да, и правильная пища, это едят злаковую пищу, обязательно злаковая пища, вареная, жареная, то есть, подвержена тепловой обработке, и мясо, если едят мясо, то обязательно подвержена тепловой обработке, вот, это резко отличает Хуася от всех остальных, потому что, например, вот, северные племена Ди, как чем они отличались? Причесок не имеют, ритуалы не соблюдают, живут в пещерах, едят сырое мясо, хлеб не едят, рис не едят, вот, как бы, да, чем отличаются жуны, которые пришли с запада, и которые, ну, возможно, часть жунов, она была европеоидами, да, вот, жуны не имеют правильных причесок, не имеют правильной одежды, носят в основном одежду из кожи и шерсти, то есть не из растительных волокон, и они не едят ту растительную пищу, которую едят настоящие Хуася, да, ну, и также, вот, допустим, восточные, да, варвары, они что, не имеют правильных причесок, они ходят голые, они татуируют тело, они едят сырую пищу, то есть они там ловят рыбу, едят ее сырой, да, то есть, как бы, для китайца это вообще, ну, Хуася, как раз на момент формирования, это было неприемлемо по вот этим вот причинам, да, что вот Хуася это тот, кто ест вареную пищу, который правильно одевается, и который живет в правильном доме, да, то есть, вот это очень сильно-сильно отличало, Хуася, они были горды тем, что они Хуася, у них были и технические для этого, как бы, основания, и что самое интересное, у Хуася была, ну, действительно, более развитая военная техника, у них была более развитая организация, то есть, набег каких-то там вот джунов, он не был опасен, в принципе, ну, да, могли там что-то похитить, могли там, как говорится, что-то сжечь, но разрушить это государство, теми силами, что они имели, они просто были не в состоянии, и вот если мы заметим, что практически, вот, от маленького-маленького, вот этого вот Анклау, вот этого вот Шанского, да, в бассейне реки Хуанхэ, уже, ну, скажем так, ко временам Хань, да, мы уже видим проникновение далеко за Янцзы, на юге, это очень существенно, потому что, такой, значит, был поэт Цю Юань, он говорил, что, значит, вот юг, это вообще-то страна смертельной ци, да, там же у нас постоянные лихорадки, вот, там, значит, скачут стаи великанов лис, удавы в той стране девяти главы, ну, и вообще считалось, что юг, это ад, да, значит, скажем так, более того, были нанесены удары, к пресловутым кочевникам, они были вытеснены из ордосской излучины, там, где Хуанхэ делает большую излучину, они были выбиты оттуда, Это на западе, на дальнем. Нет, ну, это не совсем на дальнем западе, это, скажем так, это современная Шэньси, это современная Шэньси, они были изгнаны, то есть, мы можем сразу сказать, что, ну, как бы, кочевники не имели хорошего преимущества, серьезного, часть кочевников пошла на службу китайцам, почему? Потому что, ну, это было выгодно, потому что, вроде как бы, ты делаешь то, что всегда, то есть, грабишь, убиваешь, да, за это получаешь шелк, там, и какие-то еще другие, там, там, вкусности, потому что, например, когда Сюнну все-таки навязали свою волю династии Хань, там, в частности, была поставка в составе Дании печеных, вот, как говорится, лакомств, два-то всяких печеней своего рода, вот, медовых, да, то есть, то, чего Сюнну вообще не имели, и вот быть вождем Сюнну, да, и есть сладкие ханьские печенья, ну, это была очень большая такая привилегия, которая отличала их от простых общинников, и делались подсчеты, и, в общем-то, оказалось, что если мы берем вот эту, как бы нам кажется, гигантскую дань, то, ну, реально она обеспечила только потребности, как раз семьи самого Шань Юя, то есть, скорее всего, на это пошли для того, чтобы, слушай, вот ты сладко кушай, мягко спи, там, ходи в шелковой одежде, только держи своих оголтелых этих вот бандитов подальше от нас, потому что, как бы, побить-то мы их все равно побьем, но, как бы, отвлекаться все время на это тоже смысла нет, ну, и, в общем-то, один из перебежчиков, кстати, Ксюн, он так и уверял, он говорил, что вы знаете, там, типа, ваше величество, обращаясь к Шань Юю, что если Хань захочет, то они одно десятый своих ремесленных произведений купят весь ваш народ, вот, то есть, как бы, это была очень такая вот циничная такая, да, вот шутка в современном стиле, да, что говорится, кого-нибудь это самое, мы тратим столько на войну, да, на эти деньги мы их могли всех купить. Да, хорошо, а вот вы, кстати, к важному моменту экономическому пришли, а как было организовано снабжение этих войск защитным вооружением, наступательным вооружением, это какие-то мануфактуры централизованные или нет? Ну, вот, давайте начнем с того, что вот мы недоговорили немножко про конницу, да, да, конница, как бы, да, она уже, ну, поскольку кони были, да, и эти кони, они, было понятие государственных земель, да, то есть, вся земля в Поднебесной считалась землей Ивана, и как бы уже он давал там ее в державе, ранее, да, на самом деле, реально, конечно, были честновладельческие земли, там, декларация декларациями, а реальные отношения на земле, это реальные отношения, это неоднократно в истории было, вот, и, соответственно, были участки, где вы пасались кони, которыми, вот, ну, они были казенными, да, то есть, ими можно было снабжать и колесничих, и конницу, то есть, конницы могли, как бы, это самое, снабжать за счет, вот, собственно говоря, правительства, да, конями, Но можно было иметь и своего. Но была главная проблема, что выпасать было негде. Общинные земли, они, как правило, использовали все под земледелие. Соответственно, китайская конница, она была, сравнительно, немногочисленная, потому что даже крупный правитель, он не мог содержать большие-большие табуны. Просто исторически так вот получилось, что он содержал какое-то количество коней, но остальное он должен был либо покупать у кочевников, либо получать от них в качестве дани, либо захватывать в качестве добычи. Соответственно, первые эти конные формирования, они были на царство, которое... Это, опять же, соотносительно будем, потому что мы не можем быть уверены за справедливость тех слов, потому что, ну, что самооценин написал, мы проверить не можем. Но он, например, говорит, у вас миллион латников и 10 тысяч всадников. То есть это примерно дает, ну, какое соотношение, да, то есть конных к пешим. То есть как бы... Вот. Но в данном случае государство как бы брало на себя очень существенную роль по снабжению конями, да. То есть ты мог иметь, пожалуйста, если тебе позволяют твои земельные владения, там, владей своим конем, да. Но как бы реально это довольно сложно. Теперь вот по поводу оружия. Значит, практически все оружие, которое вот я перечислял, оно требует профессиональных навыков. То есть вот как-то с палкой-копалкой не побежишь так вот воевать. Дело в том, что вот у нас есть такое мнение, что вот кочевники в техническом плане продвинутые. Ну, ребят, давайте как бы говорить про то, что всякие вот эти карасукские бронзы и все прочее, когда действительно красивые там литые бронзовые изделия, это момент, когда еще кочевание как самостоятельный тип не выделилось, да. То есть это еще такое как бы предкочевая стадия. То есть народ регулярно переселяется, да, но он не является кочевниками в прямом смысле слова. То есть они, грубо говоря, вот здесь пожили-пожили, передвинулись там на несколько десяток километров, построили новый городок, там лет 10-15 пожили, дальше пошли, да. Вот. Соответственно, тогда были возможности, а, для добычи руды, изготовления древесного угля, чтобы ее плавить, и, соответственно, занятий вот именно бронзолитейным, а потом уже и черной металлургии, значит, как бы производством, да. А у оседлого населения все время есть эта возможность, да. То есть тем более, что имея аппарат принуждения, можно заставить крестьян, значит, в качестве повинности там пойти заготавлять дрова, пережигать их в уголь, да, то есть создавать запасы древесного угля. В те годы и вся металлургия строилась на древесном угле. Вот. Потом, значит, точно так же можно заставить их копать руду, правильно? Можно заставлять их там, допустим, те, кто занимается рудным промыслом, как источником существования, сдавать часть в качестве оброка натурального. То есть таким образом государство аккумулировало сырье. И тут, естественно, возникает вопрос, что при профессиональном ремесле возникает профессиональное производство оружия. То есть сделать бронзовый меч, который, как вот я уже говорил там, да, он имеет параметры по размерам, по величине клинка, значит, как бы вот как у нормального стального меча, да, то есть такой же упругий, гибкий, легкий. Но это очень сложно. Это вот по тем временам ни для одного кочевого государства это недоступная вот как бы технология, да. Соответственно, значит, были профессиональные оружейники. Скорее всего, они находились под контролем государства. Для Китая традиция это держать под контролем производства. Но прямых указаний нет. Более того, существуют как бы косвенные такие, как бы, указания, что частный, значит, человек, то есть private person, да, он мог иметь в своем обиходе какое-то оружие. С какой целью, не ясно. Но, тем не менее, очень хорошо описана судебная система, значит, для периода Джоу. Там говорится, что дело слушается после того, как внесена судебная пошлина. Что представляла судебная пошлина? Связка из 12 стрел. А не, как это сказать, не ритуализированных, а настоящих боевых стрел. Настоящих стрел, да. То есть, это значит, что человек должен был либо их дома иметь, либо возможность купить их на каком-то рынке, да, там, соответственно, прийти, заплатить деньги, там какие-то там, не знаю, там рис там насыпать там в эквиваленте, да, там шелк принести, да, и поменять это на стрелы. Более того, существовала развитая система штрафов, и по ним, значит, выходило, что если человек попал на серьезные неприятности, и ему там грозит либо там длительное тюремное заключение. Кстати, важный культурный такой вот нюанс – это кочевники не имеют тюрем. Их имеют только оседлы. У кочевников там, по-моему, вот в позднейших уже, ну, вот 18-17 век, вот кодекса их, да, там заключение может быть на две недели, почему? Пока следствие длится, да, причем не в тюрьму, а в вырытую яму. Вот, почему? Потому что когда вот его там посадили, чтобы там разобраться с делами, да, потом вытащили, осудили быстренько там, ну, либо казнили, что бывало крайне редко, либо приговорили к штрафу. А вот у оседлых, у них были для этого специальные дома, да, где можно было человека посадить, и где его можно было контролировать. Так вот, если человеку это грозило, а это было не сахар и в те времена, вот, то от большого наказания можно было избавиться, ну, очень таким простым способом. Нужно было сдать государству, значит, дзи, то есть вот это то, что у нас называет трезубец, да, вот сейчас мы еще картиночку покажем, чтобы не забывать. Да-да-да. И комплект доспехов из расписной шкуры носорога. Вот, носороги говорят... Причем я так понимаю, что это имеется в виду купить и сдать, то есть не самопальные. Нет, он мог его, как говорится, иметь в своем, как говорится, хозяйстве, да, но, опять же, кто-то должен был профессионал сделать. Да. Потому что дело в чем, вот во многих китайских текстах, посвященных оружию, значит, там вот говорится о том, что, значит, как предварительно, значит, нарезалась вот шкура, а носорожья шкура, с ней тяжело работать, значит, она толстая, она очень прочная, она нарезалась, взвешивалась так, чтобы куски соответствовали друг другу по весу, то есть это профессиональные действия, потому что при усыхании они будут вести себя по-разному, и делалось так, чтобы потом эти куски, после усушки, они как бы вот эти вот, не коробились размеры линейные, чтобы доспех хорошо сидел. Вот, то есть это профессиональные действия описаны, да, и говорится о том, что вот если брать такую-то породу, значит, носорога, то как бы доспех служит столько-то, такую-то, столько-то, вот если смешивать детали из разных шкур, вот, ну, разных пород носорогов, что доспех будет более долговечным. То есть, это говорит о том, что уже знали свойства шкуры, какая как садится, какая как гнется, какая принимает какие-то, скажем так, формы при сушке. И, соответственно, это были профессионально сделаны легкие, достаточно прочные доспехи. Ну, вот я не знаю, как объяснить. Многие считают, что кожа – это дамская сумочка. Я вот даже не знаю. Ну, вот возьмите, представьте себе, что такое затвердевшая кожа. По ней стучишь – это дерево. Вот просто дерево. Вот если ткнуть в нее ножом затвердевшую кожу толщиной миллиметров пять, ее специально обрабатывают, она приобретает определенную, скажем так, пухлость, и потом она высыхает, по ней стучишь, как по дереву, реально. И, как правило, даже нож не пробивает, скользит, ну, может, в лучшем случае, надрез сделает, если хороший стальной нож. А так может просто ковырнуть и соскользнуть с поверхности. То есть, особенно учитывая, что сталь-то хорошей не было, то как бы это были очень прочные, хорошие доспехи. Если человек попадал на менее серьезные какие-то там проблемы, то он должен был сдать дзи и расписной щит из кожи носорога. Причем, что интересно, указывается, что их лакировали, а лак – это дополнительная, скажем так, защита от сырости, плюс это еще дополнительно, он делает более твердую, значит, как бы вот эту структуру. Ну, получается, это очень надежные по тем временам легкие доспехи. Они хорошо проработаны, потому что, когда вот правильно обрабатывают кожу, то потом эти пластинки, они, ну, как вот, знаете, они не гнутся, они не мнутся, они, то есть, почти как стальные, ну, потолще, конечно. Вот. В частности, между прочим, что потом очень сыграет в пользу стали, можно будет делать пластинки более тонкие, да. При аналогичных защитных качествах они будут, ну, как бы, более компактные, да, и, значит, сошлиния будут лучше прорабатываться. То есть, движения в доспехе станут легче. Вот. Почему, в общем-то, кожа со временем уйдет, ну, так будет вытеснена на окраины этого ареала, а останется все-таки сталь, да. Вот. Ну, и, соответственно, другие металлы, которые применялись. И вот эти доспехи должны были делать только хорошие люди, скажем так, которые всю жизнь этим занимались, которые знали, какая кожа что делает. Скорее всего, их контролировало правительство. Но, видимо, все-таки что-то они могли продавать. С какой целью, непонятно. Нам не дают источники прямых ответов на эти вопросы. Мы можем только догадываться. Ну, и, соответственно, вот это бронзовое оружие, да, то есть, конкретно сказано, что человек может сдать кусок металла, да. Причем есть добрый металл и злой металл в источниках. Добрый металл, судя по всему, это бронзы разные, да. Вот, ну, китайские бронзы, в основном, оловянистые. Там разное содержание разных, вот, скажем так, вот там олова, там, может там что-то быть, там, сурьма, там, свинец. Ну, короче, разные присадки для достижения определенного состава. И поэтому уже сейчас в Китае там сделаны карты вот эти металлографические, да, там по ним можно понять, что больше такого-то элемента, скорее всего, там-то произведено. Больше такого-то там-то произведено. Вот, и было так называемый злой металл, Эдзинь. Эдзинь, кстати, вот то, что у нас считается золото сейчас, вот в современном языке чаще всего это смысл золота, да. Это был просто металл. И, в частности, вот, когда мы берем китайскую систему Усин, да, вот этих пять элементов, каждый элемент имеет свое цветовое обозначение. Так вот, желтый цвет имеет не Дзинь, а имеет Ту, земля, да. Она имеет желтый цвет, потому что лесы, они желтоватые. А Дзинь имеет белый цвет, то есть металл белый. То есть полированное, значит, железо у нас, как правило, оно белого цвета, да. То есть если мы там не ржавое, не заветренное, не зацарапанное, то оно белое. Вот, и вот этот Эдзинь, злой металл, это, скорее всего, чугуны. Это чугуны, почему? Потому что найдено очень много чугунных изделий. И даже, я скажу так, что некоторые детали вооружения, которые не испытывали сильных ударных нагрузок, ну, например, скажем так, вот, ну, наконечники стрел, допустим, как. Он, если даже расколется, то все равно пробьет сначала, да, это. Вот, либо там, допустим, там, какие-то там, вот, головки палец, там, они отливались из чугуна. Вот, даже более того, впоследствии в Китае была придумана технология отжига чугуна для того, чтобы получать ковкой сталь. Вот, то есть, чушку дробили, да, отжигали, на, то есть, выжигали из нее, ну, излишек углерода и получали ковку сталь, после чего прекрасно ковали ее. А чем это хорошо? Ну, вот, мы много знаем, там, про разных, там, вот, японские мечи, да, там, вот, ну, вот кто-нибудь, если кто-нибудь видел Кера, вот эту Крицу, из которой куют, вот, ну, это, я не знаю, современный бы какой-нибудь, там, инженер, технолог, он пошел бы где-нибудь, повесился бы или застрелился бы по-быстрому, чтобы этого не видеть. Это такой ноздреватый, огромный, вот, непонятно чего кусок, в котором всякие шлаки, недогоревший уголь, песок, все это перемешано. Это почему так долго куют? Это нужно все выбить механически. Выбивали, да. Выбивать и рафинировать тем, что они, вот, почему перегибают? Тут он ее ковал, 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 перегнул, ага, обнажили снова эти. Снова кует, кует, кует. Вот, чугун, он проходил обязательно стадию полного расслава металла, то есть, вся эта гадость выгорала. Единственное, что, если это были фосфористые какие-то, скажем так, руды, там, конечно, содержание по фосфору было большое, это колки очень чугунные. Но потом, со временем, научились чугуны отжигать, то есть, они, грубо говоря, эту чушку делили на части, они ее отжигали, получали, значит, уже прокаленные вот эти вот пластинки, маленькие эти кусочки, которые можно было ковать. И так вот они постепенно пришли к выработке вполне пригодной стали. То есть, китайское оружие опять шло впереди, да, то есть, как бы, у них было изначально более хорошие материалы для работы. И вот все это требовало очень профессиональных, как бы, ремесленников, которые, как раз, вот, скорее всего, они либо находились на кашту, о чем у нас есть сведения, что были дворцовые ремесленники. Что это значит, на кашту? Ну, каштовали их, то есть, платило им государство. А, угу. Вот, они находились, значит, на содержании государства. Были, что мы знаем, были дворцовые ремесленники, были там казенные ремесленники, которые выполняли, значит, самое, вот, именно то, что им поручают. А были ремесленники, работавшие на рынок. Но они тоже находились в определенных отношениях с государством. И они тоже, когда им давали разнарядку, они выполняли то, что было приказано. То есть, допустим, они сдавали какие-то там изделия свои, да, там, вот, в казну и так далее. Но это мы тут в данном случае, вот, с этими вот своекошными и казенно-кошными, да, это я уже немножко так это вперед забегаю, да, для более древних периодов я не могу прямо ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, я говорю, очень высокие подозрения, то, что все-таки государство этот процесс очень сильно контролировало. Хорошо, когда мы говорим про период Джоу, мы говорим о развитой пехотной тактике, которая требует... Ну, ближе к концу, да. Да, да. А от солдат, во-первых, хорошего обучения, во-вторых, хорошего слаживания между собой и владения личного, персонального этим оружием. Откуда же брались эти люди, причем в большом количестве? Как тогда набирали этих... Ну, во-первых, вот, что большая проблема источников, опять же, да, письменных источников нет. Позднейшие, это типа вот Го-Ц, например, там, да, ну, планы государств, так называемые там, или, допустим, вот, то же самое там Джоу Ли, это все более поздние. Они достаточно поздние трактаты, которые ретроспективно освещают вот эти вот вопросы. Что в них правда, что неправда, непонятно. То есть, возможно, где-то это осовременивание, то есть перенос синхронных реалий на глубокую древность. А, возможно, это какие-то там, ну, источники, которые мы просто не знаем, ну, они были утрачены, да, но они их воспроизводят в своих вот этих трактатах. Но, что вырисовывается? Во-первых, значит, многие китайские царства стали брать, ну, скажем так, дань кровью, да, то есть со своего населения. То есть, сначала это с чего начиналось? Китай, страна земледельческая, и если Хуанхэ прорвет дамбы, то, в общем-то, все кочевники покажутся каком-то детской шалостью. Вот. Мы знаем, что вот только за 19-20 век было несколько прорывов дамб, когда гибли миллионами люди. То есть, как бы, никакие кочевники столько сразу не сделают, да. Вот. Поэтому, значит, постоянно привлекались люди для работ по ирригации. Вот. Естественно, что это была, скажем так, вот, ну, государственная повинность, и постепенно вот она начинала диверсифицироваться. Кого-то привлекали, собственно, копать, а кого-то привлекали охранять копающих. А кто-то должен был смотреть, чтобы они там не разбежались и не устроили каких-то там, ну, собралось там тысяча мужиков молодых, да, чтобы какой-нибудь дебош не устроили, да. То есть, часть собранных стали привлекать для службы вот именно как, ну, именно вооруженных, да. То есть, как сначала стражи, а потом уже и стали даже вот к ханьскому времени, к циньскому времени даже, точнее, стали их использовать именно как воинов. То есть, они постоянно, значит, они служили. Вот в Цинь, например, был двухлетний, введен срок службы. То есть, мужчина после 20 лет должен был хотя бы раз в жизни отслужить два года. Вот. Это не считая мобилизацией. То есть, как, значит, вот он первый год, он там, где он живет, его вызывали куда надо, и он там, значит, такую вот как бы полутрудовую, полувоинскую повинность проходил в качестве обучения, а дальше его могли либо перевезти в столицу, чтобы там у него такой перспективный там был особенно, да, чтобы, возможно, его включить в состав более, ну, скажем так, профессиональных потом частей, либо перевезти его на границу для охраны пограничья. Соответственно, такие вот части, они как бы вот эти мобилизованы, потом они распускались, но очень многие оставались жить в тех же самых приграничных районах, потому что, ну, его вырвали оттуда, да, перевезли, ну, это же все-таки концы-то нужно было своими ножками проделать. Многие оставались там жить, тем более давали землю, а с землей в Китае всегда были очень интересные отношения. Вот, при Хань стали как бы сокращать срок службы, но в то же самое время очень вот эта вот тенденция, когда человек показывал первый период своей службы хороший показатель, например, лучше всех стрелял из лука, там, да, там более, там, был ловкий в бою там на древковом оружии, там на клинковом оружии, то его уже переводили в столичную, значит, части, и он уже становился как бы, ну, таким пожизненным воином, да, вот, а обычных таких, ну, кто показали средние результаты, их потом он отслужил свой год, ну, его обратно, вот, его деревню там, где пошли землю дальше. Сословное общество все-таки, как говорится. Вот, то есть из крестьянского сословия можно было, конечно, подняться за счет вот этой вот службы в армии, либо получения образования, но вот это вот продвижение, оно было довольно ограниченным, то есть, условно говоря, взяли крестьянина из деревни, научили его прекрасно биться мечом, ну, таланты были, склонности у него к этому, перевели в столицу, он стал там вот сначала воином императорской стражи, а потом он, возможно, дорастет до какого-нибудь небольшого военачальничка, который будет иметь под началом какой-то отряд. Ну, вот, как бы, такое вот было, то есть стал складываться профессиональный военный, этот самый, как бы, аппарат, вот, стали складываться профессиональные какие-то вот именно военные. То есть, ограниченный все-таки такой рост, но, насколько я понимаю, уже в этот ранний период вот эти профессионалы, это вот мечники, и были еще и профессиональные военные именно стратеги, да, военачальники. Ну, со стратегией, понимаете, Михаил, такая интересная штука, вот стратегия, она, как родилась в Китае, есть такой вот, как бы, на данный момент, ну, не знаю, насколько она господствующая, но, в общем, такая достаточно распространенная версия, что это произошло из молений государя о победе, да, то есть, значит, у нас известно, что в Китае всегда были очень сильны гадательные практики, да, то есть, нужно было задать, соответственно, духом предков или небу правильно заданный вопрос и получить на него соответствующий ответ. Это играло огромную пропагандистскую роль, это играло, конечно же, очень большую роль для того, чтобы, ну, вот, войска имели правильный настрой, да, что нам предки сказали, что мы победим, да, вот, что делал государь, он должен был прийти в свой, вот, храм предков и задать этот вопрос, скажите нам, предки, вот, если мы пошлем, там, три тысячи воинов через сто болота и зайдем в тыл той горе, нанесем удар вот этому княжеству, будет удача, да, вот, и предки должны были дать ответ, да или нет. Соответственно, формулировать нужно было очень кратко и емко, потому что вот эти вот гадательные практики, они требовали очень таких лаконичных вопросов и довольно таких лаконичных ответов. Вот, соответственно, это все отрабатывалось на совещаниях между государем и его сановниками, да, которые, вот, как бы, с одной стороны, там были, конечно, те, кто умели толковать ответы предков, а с другой стороны, там явно присутствовали и военачальники. То есть, вот они, значит, между собой совещались, они обсуждали, в какой форме государь может это задать вопрос, да, вот, и таким образом они обсуждали, доводя, ну, кристаллизуя вот эти вот свои взгляды, да, до определенной степени, с тем, чтобы государь мог это пойти и рассказать в храме предков, потом получить ответ и принести там, значит, этот вот щит черепахи, с которыми трещины, они там характеризуют, что мы, значит, пойдем делаем так, значит, победим, пойдем так, значит, проиграем, вот, то есть, это было как бы начало. Ну, и, соответственно, поскольку эти вот военачальники, это все-таки были членами аристократических кланов, они наследственно варились в этом соку, то, естественно, суммировалось вот это вот, как бы, ну, как бы, знания вот эти вот, умения толковать, ведь китайская военная мысль, она уже очень сильно была пронизана такими, ну, мистическими, такими настроениями, нужно было правильно толковать предзнаменование, правильно определить, какая погода будет, да, то есть, как бы, это все было очень важно, и поэтому, когда берешь такие старые, ну, трактаты, ну, уже такого, развитого в Средневековье, там где-то там треть, может быть, посвящена там толкованию предзнаменований, там предсказанию погоды, определению условий местности, и т.д. и т.п. Что-то из этого действительно имело рациональный смысл, что-то имело чисто вот такой вот морально-психологический смысл, да, и вот эти вот люди, которые умели так вот мыслить, которые умели так вот толковать вот эти вот, значит, стратегии, они стали превращаться в так называемые биндзя, дзя это семья, бин это воин, то есть воинские семьи, то есть это уже наследственная, профессиональная военная аристократия, и эти люди, они стали специализироваться на разработке стратегии, на их, скажем так, вот разработки и внедрения войска, и достижения, скажем, каких-то вот, ну, поставленных целей, вот те же вот Суньзы и Удзы, и еще Суньбин, тоже был такой известный полководец, которому по легенде за провинности отрубили ноги, так он потом, значит, как бы ездил в тележке, но руководил войсками, вот, они были вот именно такими профессионалами, которые умели не просто разработать стратегию, но и, будучи наследственными военачальниками, они умели воспитать солдат, внушить им вот веру в свои силы, и, в общем-то, вот так вот зарождалась китайская военная наука, и что интересно, за счет того, что вот именно это все рождалось не на пустом месте, так вот, мне пришел какой-то дядька с бородой и мечом, и кричал, так, дайте мне там тысячу воинов, я захвачу там царство Вэй, нет, вот поскольку это были вот такие постоянные консультации, привлекались министры, там рассчитывалось, сколько там у них есть там луков, сколько у них есть риса, сколько есть коней, вот эта вся китайская военная наука, она была пропитана вот такой вот, связью с экономикой страны, вот в частности, один из важных моментов, что если ты уж затеялся войну начинать, да, то она должна быть молниеносной, ты должен решительно определить все цели, проработать все планы, и нанести удар так, чтобы тебе не подвозить к войскам продовольствие, чтобы не растягивать коммуникации, чтобы, значит, ты мог, вот как говорится, одним ударом решить войну, длительные войны не приветствовались в теории, но, конечно же, практика навсегда накладывала свои коррективы, вот, то есть уже в древности начинает это теоретическое осмысление, и, в общем-то, я скажу так, что в Европе вот осмысление подобного уровня, о связи экономики с, ну, собственно говоря, военными действиями, вот, и о необходимости ставить решительные цели, оно появится гораздо позже, вот, но были еще и люди, которые, как бы, были такие профессиональные рубаки, да, вот эти вот бинзи, это, ну, как бы хорошо и здорово, многие из них были профессиональными воинами, но, вот эта вот трансформация от героической армии, где там я такой красивый на колеснице там, да, скачу и всех там побиваю, к мощным пехотным построениям, оно привело к тому, что если полководец побежит в таком пехотном построении, там его незаметно поднимут на копья, там растопчут этой массой ног, и никто ничего не узнает, да, и кто будет управлять этим войском, и постепенно вот эти вот бинзи, как профессиональные военные, они оказались где? Сзади, на возвышенности, да, они наблюдают, и они управляют, и они не поощряют каких-то там, вот, ну, самовольных там, всплесков энергии, вот, например, про Удзи говорят, что когда вот он выстрелил войско для боя, там был один из воинов, он был, ну, просто потрясающе храбр, он вырвался, значит, без команды, значит, все только построились, он побежал, кому-то там отрубил из вражеского, встал на голову, принес, и положил перед Удзи, сказал, что вот смотрите, какой я храбрый, он ожидал награды, а тот сказал, казнить, почему? А я, говорит, не приказывал воевать еще, я сказал, только построиться, вот, и как бы это было очень важно, но в то же самое время, на поле боя, руководство осуществляет бинзи, а ведут-то как раз вот эти профессиональные рубаки, да, то есть люди, которые умеют именно драться мечом среди своих вот воинов, которые владеют именно индивидуальным искусством боя, вот, их вот называли, например, были такие дзяньке, да, это мечники, да, ну, очень разного происхождения, как правило, довольно низкого происхождения, потому что описывают их очень так нелицеприятно, как неотесанных мужланов, которые чуждой образованности, но которые зато прекрасно умеют рубиться мечами, и там очень живописные подробности джуанзы приведены, что там они там могут там проткнуть там печень и селезенку, там выпустить язык через горло, там и так далее, ну, то есть люди, которые умели убивать мечом, да, и соответственно, четко было понимание, что на поле боя войсками должен командовать профессиональный воин рубака, которым вот просто, вот он пойдет вперед, и за ним просто пойдут, потому что знают, что за таким-то командиром-то мы уж не пропадем, а планы для них должен разработать профессиональный стратег, который будет поддерживать дисциплину, снабжение, который будет управлять там, чтобы нужные отряды в нужное время в нужном месте выступили, вот, кстати, что очень интересно, вот, китайцы еще вот очень рано перешли к операционной системе ведения войны, то есть у нас как, например, там Куликовская битва, да, там пришли русские, пришли татары, там между собой там сразились, кто победил, значит, победил, да, а для Китая очень часто характерны целые операции уже в это время, то есть это сразу же на каком-то широком фронте, несколько разных войсковых групп начинают решать свои задачи, где-то они выиграют, где-то проигрывают, но в целом они выполняют один и тот же план, вот, если мы уже берем Шидзи, да, то там вот описание сражений с Сюнну, они показывают уже, что не просто это, как вот мы вышли где-то побить их, а значит нужно так, чтобы эта группа вышла с одной стороны, это с другой, чтобы мы их отрезали от таких-то пастбищ, вытолкнули в такой-то район, там их завязали с ними сражения, разгромили и осуществили такие-таки задачи, то есть это уже очень много на координацию, это очень много на какие-то, скажем, такие вот вещи, то, что в Европе придут уже, ну, скажем так, в новом времени, уже будет этого, да, но я хочу сказать, что опять же практика китайская тех лет, она очень плодотворна, потому что с маленького-маленького государства мы видим вдруг внезапное рождение огромной империи, где, в общем-то, уже за Янзы перенесены границы, где происходит вторжение на территорию Кореи, где уже, скажем так, завоевывается горная Сычуань, да, то есть как бы, и начинается экспансия в сторону, собственно, земель, заселенных кочевниками, причем кочевники, ну, они, конечно, бывают, побеждают, бывают, проигрывают, но все-таки они отступают. То есть уже к первому веке нашей эры Сюну, например, они становятся вассалами Китая. Вот тут уже ничего не сделаешь. То есть как бы, вот это вот мнение о том, что они побеждали все время, нет. У них был какой-то вот момент, такой всплеск яркий, да, когда Китай был сильно ослаблен междоусобными воинами, когда только-только воцарилась династия Хань, и в этих условиях вот это еще не окончится междоусобица, Сюну вторгаются, они доходят даже до столицы один раз, вот там буквально они разоряют один из пригородных дворцов, но как только собирается китайское войско, они куда-то растворяются с добычей вместе, да, и перед императорами первыми, вот династией Хань, стоит прямо такая задача, что делать, нам можно вести войну, а можно как бы заключить вот этот мир, да, и вот они посчитав, они прикидывают, что для того, чтобы остановить экономику, нам нужно несколько десятков лет мирной передышки. И они соглашаются платить сравнительно небольшую дань с тем, чтобы создать свою, как бы вот собственную империю, восстановить все свои силы, при этом именно крупных поражений китайских войск нету. Как правило, это что? Это обычно успешные набеги, то есть, кто владеет инициативой, тот может грабить безнаказанно, да, то есть, вылетели, пограбили, ушли с добычей, появились китайские войска, мы с ними бой не приняли, мы ушли опять же с добычей, да, то есть, как ни крути, а удар по престижу очень сильный, да, вот Китая, но с другой стороны, трагедии-то не случается, то есть, национальная безопасность и национальная независимость, да, это немножко разные понятия, то есть, независимость Китая сохраняется, безопасности нету в полной мере, вот, ну, поэтому они что делают, они берут определенный тайм-аут, и уже где-то вот 140-ой год до нашей эры, плюс-минус, да, это вот уже начинаются такие активные попытки, собственно говоря, вот уже перенести войну именно на территорию кочевников, и вот проходит сколько у нас получается, 140, да, и там 89-й год, ну, грубо говоря, где-то 230 лет проходит, да, и уже все, Сюнну не просто они разгромлены, там, они до этого были уже разгромлены, но они уже становятся вассалами конкретно, вот, то есть, как бы, ничего, ну, чудес не бывает, то есть, сила солому ломит, правильно? Да, да, хорошо, смотрите, вот еще вопрос от нашего подписчика, от Николая Васильева, про фортификацию, и полевую, и крепость, и что известно про влияние фортификации на тактику, вы уже упомянули, вот некоторые элементы полевой фортификации, что еще было? Ну, во-первых, сразу скажу, в свое время меня очень поразило выступление на собрании, общества фортификации, которое Константин Носов возглавляет, покойный Михаил Викторович Горелик, он сказал, что вот в Сирии там скрытый там, назвал такие века, я ему говорю, Михаил Викторович потом, неужели вот так вот, он говорит, да, говорит, в Китае в это время еще с дерева не слезли, он говорит, да, вот, то есть, китайская фортификация против фортификации того же Ближнего Востока, той же Месопотамии, но она довольно примитивна, сразу скажу, Китай вообще, Китай и фортификация, это, ну, скажем так, каждый народ решает какие-то свои специфические задачи, да, он связан с его хозяйственно-культурным типом, с конкретными условиями экономического развития, с конкретными политическими условиями, да, вот, и что для Китая характерно? Для Китая характерны простейшие начертания крепостных оград, как правило, это четырехугольник, вот, почему первичная зона расселения китайцев, это равнины, скажем так, более или менее ровные участки местности, там создавались самые примитивные укрепления, но почему они были примитивны, а в сложных-то не было нужды, появились какие-то, условно говоря, кочевники, что они могут сделать против толстой стены, ничего, постоят там, поругаются, постреляют из луков и уйдут, вот, и более того, вот уже до циньскую эпоху, уже были военачальники, которые этим пользовались, то есть, они создавали крупные ограды, квадратного начертания, да, когда приходило сведение, что там с севера идут, они быстро всех жителей, скот, припасы, вот в этот огромный четырехугольник, временные шалаши, там, палатки, землянки, что там, быстренько там разбить, да, пересидели, поскольку там большие запасы сконцентрированы, они могли это безболезненно пересидеть, а подошедшие вот как раз кочевники, они уперлись в эту стенку, через которую на коне не перескочишь, и они, что, они постреляли из луков, поругались, кушать нечего, они развернулись, ушли, а он уже выходил и добивал их, это был, значит, полководец Лему, который потом был казнен за какие-то там дворцовые интриги, но вот он таким образом очень часто добивался крупных побед, именно по отступающим противникам, и кто, скажем так, вот, ну, в курсе византийской, значит, военной традиции, такой есть трактат, Девилитационный Беллико, да, о военном сопровождении, или еще когда-то, о стычках с неприятелем, там то же самое, соберем всех-всех-всех, в какую-то крепость, пересидим это нападение, а потом будем сопровождать отступающих противников, и наносить им чувствительные удары, и в конце концов, можем даже их полностью разгромить, вот, то есть, в принципе, то, что описывается, вот это вот Девилитационный Беллико, оно более чем полтысячи лет, разница по времени, да, с тактикой Лему, да, какой полтысячи даже, может там все 700-800 лет, я сейчас не буду просто врать, вот, соответственно, все строилось, значит, угольном каком-то, там, квадратный, там, допустим, там, или прямоугольный, как правило, да, ну, более сложные какие-то были редкие, такие, да, вот, начертания стены, как правило, не учитывалось рельеф местности, потому что наравнение, как его учтешь, да, вот, если какие-то там, вот, племенные, там, особенности, например, там, вот, допустим, протокорейцы, да, они очень любили мысовые крепости, то есть, чтобы вот излучные реки, да, значит, перегораживают между двумя, скажем так, вот эти, ну, отрезают мыс, там стеной, получается, мысовая крепость, или полулунная крепость, называли, за счет того, что вот эта стена, вот, форма была полулунной, да, там, допустим, какие-то вот джурджени, там, они очень любили вписывать в рельеф сопок, да, то есть, как бы, чтобы вот сопки, они усиливали там возможность стены, у китайцев все очень просто, равнина есть, ставим четырехугольную ограду, делаем в ней четверо ворот на четыре стороны света, ставим угловые башни, возможно, воротные стали появляться потом, почему воротные стали, ну, как бы, получается, ворота в середине, да, самое слабое место вообще крепости, это ворота, да, это вот дырка в стене, вот, если ты ее выбьешь, в нее можно войти, значит, нужно укрепить как можно сильнее, как можно укрепить, обеспечить обстрел подножья стены, как, за счет того, что выносится, как бы, часть стены вносится вперед в форме башни, да, то есть, даже бывали не башни, а просто вот выступы такие стены, такие контрфорс, такие мамяне назывались, лошадиные морды, которые позволяли просто держать под прицелом вот эти ворота, да, вот, ну, и, соответственно, поскольку башня была, грубо говоря, примерно посредине стены, а потом, значит, было еще две угловые башни, то между ними расстояние, они коррелировались с перестрелами из луков и арбалетов, то есть, можно было эффективно держать все подножье, всю подошву, значит, стены, можно было держать под огнем, вот, что еще применялось, ну, рвы применялись, безусловно, разные, вот, рвы, в основном, конечно, они там были заливные, да, то есть, водой, поэтому, у них есть даже такое выражение, которое, вот, если буквально перевести, стальные стены и ров с кипятком, то есть, это неприступная крепость, то есть, стены у нее стальные, а ровки с кипятка, башни, ну, они фактически как, это даже, говорю, это даже не башни в нашем смысле слова, это скорее выступы стен, да, то есть, вот, высокие башни появляются довольно поздно, и, ну, скажем так, вот, в то время, о котором мы говорим, они практически так не используются, ну, смысла в них большого не было, что главное, это был обстрел из луков, вот это подножие от стены, потом уже начинается там, всякие там, вот, расширение стен по Волгангу, то есть, по боевому ходу, чтобы можно было устанавливать метательное орудие, но в Древнем Китае, дело в том, что метательное орудие, ну, вот, относит это ко временам философа Моди, это еще до Циньской эпохи, но точных, вот, как бы, конструкций этих метательных орудий у нас нету, он, когда объясняется это все, вот, его трактать, это все такими общими словами, что там, понимаешь, что хочешь, вот, соответственно, был такой ученый, наш китаевед, Сергей Александрович Школяр, он написал прекрасную книгу, не потерявшую актуальность до сих пор, называется, «Китайская огнестрельная артиллерия», издана в 1980 году, вот, и он там вот пытался вот воссоздать эти древнейшие системы, ну, в общем, у него получалось вот такое, типа, большого шеста, вкопанного в землю, которая оттягивается, как, значит, срабатывает, как метательный рычаг, кто его знает, может и так было, ну, нету, реальных нету предметов, это с точки зрения основной фортификации, ну, еще были сухие рвы, да, то есть, когда вот ров копался сухой, не до воды, либо ее не было откуда подвести, либо они доходили до водоносного слоя, потому что глубоко, но тогда на дно набивались олени рога, это были, значит, как правило, разные острые коряги, вот, то есть, брали как раз ту часть вот дерева, где как раз вот корни, да, там, вываривали ее, подрезали, чтобы противник не мог форсировать, да, тем, что спустился, приставил лестницу, значит, вылез с другой стороны, нет, вот, ну, то есть, очень простая фортификация, крайне простая, внутреннее укрепление в китайских городах практически отсутствовало, то есть, не было каких-то донжонов, замков, так далее, и полевая, ну, как фортификация, китайцы, люди, ну, они работы не боятся совершенно, то есть, окапываются постоянно. То есть, я так понимаю, что это похоже на такое римское отношение, да, к полевой фортификации. дело в том, что... Стал лагерем окопался, тоже. Стал лагерем окопался, более того, вот, есть такая тема, в свое время делал доклад на эту тему, они это в полевых боях использовали, то есть, очень быстро строили острожки на угрожаемом направлении, и, в частности, вот, это знаменитая, вот, у Самоцяня переданная легенда, как, значит, циньские войска разгромили противника и закопали пленных, да, оно говорится о том, что сначала это было окружение просто, ну, одного войска другим, а потом окружившие быстро стали возводить рвы и валы и окопались, и все попытки прорыва окруженных, они натыкались на хорошее укрепление, и они капитулировали по факту, и их потом в этих же рвах и прикопали, вот, ну, живыми, естественно, пленных тогда, вообще в Китае вот этот момент, кстати, с казнью, с закапыванием заживо, он еще в начале XX века только в путь фиксируется, вот, в частности, вот Арсеньев описывал эти казни, с закапыванием заживо, это, конечно, вещь мучительная, но вот, она практиковалась реально, ну, просто масштабы, конечно, я не думаю, что там 200 тысяч человек закопали, но достаточно крупный контингент пленных был взят и закопан, в общем-то, вот, живым, а почему? А потому что прямо на поле боя они смогли организовать не просто фортификацию, а достаточно серьезную фортификацию, не просто там, ну, не знаю, там кольями оттыкаться или там щиты расставить, а смогли вырыть рвы и насыпать валы, и так вот окружив противника, они не дали ему вырваться из окружения, и там все они сдались, то есть вот такое было. Хорошо, идем, я думаю, к последнему на данный период времени роду войск, от Юрия Санькова, нашего подписчика, вопрос про китайский флот, когда появился, был ли отдельным подразделением, и еще, были ли в Китае речные ватаги, вроде викингов, ушкуйников, и так далее? Вот вопрос ниже пояса, в каком отношении, был такой наш тоже, он малоизвестен, к сожалению, широкой публике, но это был очень действительно человек больших дарований, Вельгус его звали, он из, скажем, тех, кто эмигрировали в Китай, он, значит, родился там уже, семья была смешанная, русско-китайская, он, соответственно, вернулся потом в Советский Союз, очень плодотворно работал, и вот он как раз изучал вопрос о кораблестроении в Китае, но он очень рано умер, и он не успел закончить свои какие-то вот эти исследования, если этот шкаляр, он успел опубликовать про китайскую огнестрельную артиллерию, то есть метательные машины, хорошо ли, плохо ли, но специализированная работа есть, Вельгус не успел, так вот из его набросков, которыми я ознакомился, она была издана вот уже в конце 80-х, значит, уже после его смерти, то есть посмертной его записки, стало понятно, что, ну, китайцы, вот именно, Хуася, они не особо любили воду, не в том плане, что там они не пили воду, или там мыться не любили, они не любили вот именно мореплавание, не любили какие-то вот эти вот, скажем так, морские путешествия, и они очень долгое время не выходили за пределы рек, то есть по Вельгусу выходит, что как бы выход в море связан с контактами с австронизийскими народами, то есть они общались с народами, которые жили на юго-востоке Китая, которые в силу своего хозяйственно-культурного типа, они были рыбаками в основном, они Китая, скажем так, дали вот именно понимание, что можно плавать в море, что можно выходить в море, что это не страшно, что это не больно, что там даже можно какое-то время находиться, несмотря на то, что вода соленая, и пить ее нельзя. Вот у китайцев было такого своего рода, ну, как бы, не страх перед морем, но они его не любили, сами по себе вот так просто никуда не лезли. В принципе, вот, например, я говорил, что племена И, жившие на Шандуне, да, вот полуостров Шандун, и были племена Лай, там же жившие, ведь они очень долго продержались именно потому, что это место, куда очень часто можно добраться, там, во многие места только по морю, да, вот, и китайцы не могли развить свою экспансию, потому что либо упирались в горные проходы, либо нужно было идти по морю, чего они, ну, просто сильно не любили. Поэтому там довольно долго вот эти анклавы, вот этих вот инородцев, они существовали. Вот, и, собственно, вот о каких-то таких вот флотских эпопеях мы уже начинаем говорить, конечно, поздно в Китае. Это все-таки уже ближе к рубежу нашей эры, это такие, в общем-то, каботажные в основном плавания. Вот, ну, кто вот, не знаю, карту, наверное, нужно будет сейчас дать. Вот, Желтое море, да, Леодунский полуостров, Шандунский полуостров, Корейский полуостров, три полуострова, то есть море, оно довольно рассечено, так, несколько акваторий, да, то есть Бахайский залив у нас получается, там, да, там Желтое море, все. Вот это море, оно называлось, почему назвалось Бухай? Бухай, значит, это бурлящее, быстрое море, да, хотя, в принципе, это довольно мелководное море. Вот Бахайский залив, он довольно мелководен, то есть вот уже в 20 веке там постоянные проблемы были, что корабли на мелях сиживали, там целый ряд китайских военных моряков там регулярно попадал в опалу, разжаловался там за то, что они там броненосца садили на мель. Просто вот, да, там, то есть вот читаешь там биографику конца 19 века там военного крупного деятеля, типа за то, что посадил корабль на мель, там был разжалован там на 3 месяца. Почему? Потому что постоянно это перемывалось, вот даже вот город Тяньзинь, да, с его вот этими знаменитыми фортами Дагу, которые вот, ну, описаны в истории опиумных войн, там вообще перед входом в бухту был огромный бар намыд такой вот песчаный, да, такой, ну, как вал такой, да, подводный, и большие корабли через него не проходили, то есть это такое море с очень сложными условиями плавания, но в принципе все это такие прибрежные, каботажные были какие-то плавания, и вот они считали, что вот выйти из каких-то там вот прибрежных пунктов и дойти до Кореи, это вообще, это огромное путешествие. Это огромное путешествие. Первые плавания в Японию, ну, это где-то ближе к рубежу нашей вот эры, они шли каким образом? Нужно было попасть от южных китайских фудзянских, значит, земель, где там, кстати, основное население было не китайским, оно было племена минь, девять минь, это считается, что как бы какой-то авторонизийский народ, который умел пользоваться, скажем так, навигационной техникой. И, соответственно, что? Дальше прыжками, значит, шли через острова Лютю и добирались до Японии. То есть не было того, что прямо вот в этой точке вышел и туда пришел, да, там вот, как говорится, нет-нет. Очень медленное развитие вот именно вот этого вот вида, это, как говорится, морского мореплавания. То же самое время какие-то вот, ну, речные были, безусловно. А пиратство речное, ну, оно везде было, во всех странах, во все века и времена. Почему? Как только начинает двигаться товар куда-то, начнется люди, которые будут перехватывать там либо деньги, либо сам товар, да, либо деньги, которые везут в уплату этот товар. И вот пираты, китайские пираты речные, это очень серьезная проблема, она вот, ну, ее в двадцатом веке еще искореняли. Вот. Не только прибрежные, которые в море действовали, но и те, которые действовали на реках внутри Китая. И, в частности, вот эти люди были настолько организованы, что они даже брали маленькие города штурмом. То есть, не всегда можно было содержать в городе такой гарнизон, чтобы внезапный налет такой ватаги как-то отбить. То есть, это все было, но вот сказать, что китайцы это морская нация, вот в том смысле, как вот мы можем говорить там об Англии, там, да, там, допустим, о Голландии. Нет. Эта нация все-таки, говорится, inland, да, inland-led, да, то есть, говорится, замкнутая внутри материка. Они совершают каботажное плавание, но не склонны к широким таким каким-то вот, ну, морским походам. И вот по Вельгус выходит, что даже у них какой-то вот был такой вот, ну, своего рода такой вот недоверие к морю, к стихии. Хорошо, последний вопрос по этому периоду, ну, в этой программе точно. В европейском, его сформулировал Сергей Воробьев, тоже наш подписчик, в европейском изучении истории военного дела есть тенденция масштабировать армии вниз от упоминаемых в некоторых источниках, там, десятков тысяч. А в Китае я пока не видел таких попыток масштабирования. Все еще восемьсот тысячная, там, девятизнаменная императорская армия. А есть ли реальность? Давайте, давайте разделим отдельно восьмизнаменную армию, девятизнаменную, я не знаю, что такое, да? Восьмизнаменная армия, это уже очень поздно, это военная организация маньчжуров, да? Она называется восемь знамен, потому что у них было восемь корпусов, которые вот, как бы, назывались знаменами ГУСА. Да. Вот. А вот китайские войска прошлого, ну, вот если мы берем хотя бы вот там времена, там, Хань, да, хотя бы, хотя бы, они могли насчитывать, ну, уже вполне конкретные, скажем так, вот, ну, миллион, например, или полтора миллиона государств содержать могло. Весь вопрос в чем? У Китая очень большая территория. С пути сообщения затруднены. И имея, допустим, к концу Хань, вот, западный, где-то население свыше пятидесяти миллионов, да? Там где-то, по-моему, пятьдесят шесть миллионов. Кто интересуется более подробно росписями там вот по периоду и соотношению, сколько населения было, это я адресую книги Волкова, замечательной такой книги, значит, называется «Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке». Там в приложениях, там прямо вот идет вот таблица, где идет, значит, эпоха и примерно сколько населения там было в Китае. Причем, чем более поздние, скажем так, данные, тем более они, ну, актуальны. Вот. И получается, что если мы берем, допустим, вот, ну, период, скажем так, более-менее близкий к нам, это «Империя Суй», да? Вот я ее, почему беру ее в пример. В свое время я писал такую, ну, еще очень такую детскую работу, в общем-то, было, сравнительно, недавно после выхода из института, где я просто взял вот хроники, значит, и просчитал там, сколько было населения, сколько декларировалось выставить армии и сколько они реально выставили, да? То есть, мобилизационный потенциал Суй, значит, в империи было учтено примерно 46 миллионов населения, а они хотели выставить армию в 2 миллиона. Вот. Это превышало их мобилизационные возможности. Вот. Соответственно, там в источниках пишут, что набрали примерно миллион двести. При максимуме где-то в миллион шестьсот они могли собрать. Вот. Но это было бы не так, что вот этот пятачок, на нем мы как вот, как у Геродота, да, там, по приказу Ксеркса всех согнали, там, обнесли стеной, там, да, чтобы считать было легче, там, типа, 10 тысяч вмещается, вот, загнали, следующее стадо, да? Нет. Это армия, которая могла быть набрана по всей территории империи, встать гарнизонами на угрожаемых каких-то направлениях и сформировать несколько ударных группировок, которые будут действовать на определенных театрах военных действий. Вот. Сколько могло действовать на одном театре? Ну, вот, опять же, поскольку у нас в основном все вот эти вот ранние днестинные истории, они очень такие вот, ну, скользкие по этому вопросу. Можно, например, говорить о походе на Запад, да, когда дошли до государства, до Вань, которое отождествовалось в Ферганой. Считается, что туда выделили, значит, 60 тысяч воинов отправить туда. Но при этом нужно было учесть, что нужно было идти через огромные-огромные, скажем так, почти незаселенные территории, брать оазисные государства, оставлять там гарнизоны, то есть, грубо говоря, вышли из Китая 60 тысяч, до Ферганы добралось примерно 30 тысяч, остальное это составили потери санитарные, боевые, потому что там и понос, и дизентерия, и чума, и что-то, ну, все, что есть в степи, вот, чем можно заболеть, да, вот, и плюс потери от того, что они брали какие-то городские вот эти вот укрепления местных племен, вот, потом, значит, они возвращались, точно так же несли потери, потому что их, опять же, сопровождали обозленные потерями вот эти все, да, и получается, что там вернулось там, по-моему, там всего там несколько тысяч человек, то есть были какие-то катастрофические потери. Насколько это правда, я не могу сказать, но выставить по количеству населения армию на одно направление 60 тысяч Хань физически могла. Но вот при условии такого снабжения, естественно, что результат был такой плачевный. Потом есть очень интересный момент, что вот когда Хань все-таки подчинила западный край, да, там есть очень интересные раскладки. Первый путешественник по западному краю, Джан Цянь, он оставил росписи так называемых владений. Вот у нас обычно пишут государство или царство западного края, там иероглиф ГО. Но ГО это не государство в данном случае, это владение. Вот. То есть мы не можем говорить, было ли оно государством, или оно там было племенным каким-то там, да. Вот. И там описывается, допустим, государство, там тысяча дворов населения, 250 воинов. Ну, какое-то государство, да, то есть как бы. Вот. Понятно, что как бы при таких вот, значит, уровнях, скажем так, вот, ну, демографических, да, Китай имел в том районе несколько военно-пахотных поселений с общей численностью гарнизонов порядка двух с половиной тысяч человек. Этого хватало, чтобы эффективно контролировать, ну, скажем так, западную, восточную часть современного Синьцзяна. Достаточно эффективно. То есть, когда было необходимо, можно было собрать отрядчиков в 500, послать его в ближайшую точку, и они там при таких вот, ну, уровнях, скажем так, вот, численность населения, они могли там быстро навести полицейский порядок. А вот есть момент, когда, значит, связанный вот, ну, не знаю, кто следит за китайской военной историей, наверное, все знают эту историю, типа, китайцы против римлян. Типа, римские там когорты, ну, я неоднократно это разбирал, переводил все источники. Ну, это, как говорится, когда делать нечего, можно и такое выдумать. Но там ситуация была какова. В общем, чтобы отправиться в этот поход, китайцы смогли собрать полторы тысячи воинов. Реально. Вот из этих поселений, то есть, они смогли что-то вывезти с собой, да? А остальное они добрали вот из этих местных племен, но они завышают эту численность до нескольких десятков тысяч. Ну, если там у них там несколько государств, там где-то по 200 человек воинов, ну, откуда они там десятки тысяч возьмут? Естественно, что это численность, как и численность кочевников там, где там, типа, их атакуют, там, на марш 40-тысячная конница. Ну, это тоже все завышено, конечно, безусловно и безбожно. Вот. Но там даны очень хорошие цифры потом в конце, что когда они решили свою задачу, они взяли вот эту укрепленную ставку Джи-Джи Шаньюя. Шаньюй погиб, значит, ему отрубили голову, привезли. То есть, как факт это было. То есть, если бы ему не отрубили бы голову, не привезли бы в Китай, то, естественно, он бы не мог бы, как бы, этот факт быть записан, да? То есть, как бы, соответственно, казнили бы того, кто принес такую весть. Вот. И это дело бы не стали бы записывать. Либо записали бы, что вот такой лугун был. Но, что интересно, там сказано, что было взято около тысячи с небольшим пленных и порядка что-то там, ну, нескольких сотен было убито. То есть, суммарное количество защитников было там не больше двух-трех тысяч. Если мы прикинем, что китайцев было полторы тысячи, ну, еще там, допустим, тысяч пять они местных набрали, то, конечно, при таком соотношении они могли взять, да? И китайские вот ученые, ну, они на это дело почему не обращают внимания? Ну, у них вообще специфическая очень такая, знаете, отношение к истории. Я вам скажу так, у них все ясно, для них все ясно. Китай самый великий, все. Европейские ученые, американские ученые, наши отечественные исследователи, да, на это обращают внимание. Китайцам так все ясно, все. А что так? Мы же победили и все. Вот. И у них к этому, ну, отношение такое. Ну, в древних текстах все написано. Читайте наши древние тексты. У них очень высокая степень доверия к древнему тексту. Она была очень сильно, как бы, ну, скажем так, утверждена, когда они нашли поселение вот как раз-то шанского периода. То есть, они сказали, ага, мы же говорили, что было шан, никто не верил, а вот мы нашли их. Вот, смотрите, мы говорили там, что там был император Удин. Вот мы нашли даже его упоминание. Мы нашли его гробницу. Смотрите, нашим можно верить, всем нашим этим самым. И для определенного момента, скажем так, действительно, я бы скажу так, что китайские документы первоклассные, да. Вот, например, я занимаюсь передом ЦИН. Там документы действительно-то очень точные, очень интересные. Там, ну, порой такие вот дают подробности, которые никакие другие документы не восполнят. А вот эти ранние документы, они вообще легендаризованные. Но, поскольку они служат на работу, скажем так, вот, ну, прославление, да, вот, китайской идеи какой-то национальной, а вы знаете, что Китай, там, сейчас какая тенденция? Это многонациональное государство, большие проблемы там тринациональные есть. Потому что официально признаны 54 разные нации. Вот. Я еще встречал, что 56, но, по-моему, 54 все-таки. Кстати, русские – одно из национальных меньшинств Китая официально. Да, да. У них даже есть такая НХ – русская волость на севере Китая. Ну, там уже русских, правда, нету, но, тем не менее, потомки русских там живут. Поэтому считается, что русские – это национальное меньшинство. Не важно. Важно другое, то, что между этими нациями постоянно какие-то трения происходят. Особенно много трений с тибетцами и уйгурами, да? Да, конечно. Вот. И поэтому сейчас двигается концепция, что, значит, все народы, живущие на территории современной КНР – это члены так называемой ханьской семьи народов. Вот ханьцы – самая просто продвинутая часть. А все остальные – они такие же. Ну, просто там вот в силу исторических каких-то процессов они откололись немножко, а теперь обратно собраны. Вот. Поэтому у них очень безболезненно там происходит осмысление Чингисхана, там, ну, хаца и других таких вот иноязычных, скажем так, деятелей. Потому что они говорят, ну, кто такой Чингисхан? Ну, это человек, который просто вовремя понял, что он должен вернуться в Хань, и он вернулся. Да. Ну, а между прочим, кстати, я предложил бы потом это дело обсудить, потому что та история китайской, ну, завоевания Китая монголами, которую нам, как бы, ну, рассказывают, что, типа, вот там пришло там 10 тысяч монголов, весь Китай завоевал. Ну, это по меньшей мере, как бы, примитивизм и надругательство над историей. Вот. Но, тем не менее, скажем так, можно говорить о династии китайской, да, Юань, монгольского происхождения. Вот и все. Вот. Поэтому тенденция у них нету острой потребности в критическом переосмыслении собственных писаний. Нету. Вот просто нету. Хотя, когда вот мы встречаемся уже с такими осмысляемыми временами, там, 16-17-18 век, то мы видим, что там, извините, разбираются там, там, сколько там сотен воинов, куда пошло. Понимаете? До такой степени император вникает в такие дела. Вот. Поэтому, я думаю, что, конечно, можно, ну, не кратно, наверное, а все-таки как-то другие какие-то механизмы выработать, пересчета. Я ни в коем случае не призываю к Гумилевским студиям, когда он там выводил какие-то коэффициенты боеспособности, и там потом начинал там множество делить. Вот. Но, в целом, при, безусловно, возможной, возможности физической, да, создать огромную армию, вооружить ее, снабдить и разместить гарнизонами на одном операционном направлении они не могли собрать, ну, свыше, ну, скажем так, грубо говоря, 30-50 тысяч. Почему? Потому что их кормить невозможно. Просто их кормить невозможно. И даже двигаясь между какими-то зернохранилищами, которые система была очень давно в Китае введена, таких вот региональных таких центров, когда собиралась провиант государственный, да, то это была очень большая нагрузка на вот эти вот, земли. И даже существовала практика, если войска проходили в этом году через этот уезд, то его освобождали от налогов. Да, обязательно. То есть, как бы, потому что, ну, все понимали, что там просто страх и ужас. Они сожрали все, и все, что не сожрали, все разнесли. Вот. Поэтому, да, да. Поэтому, как бы, вот, будем говорить, что реально вот на одном стратегическом направлении для периода Хань действия, ну, допустим, 50 тысяч воинов, это вполне допустимо. Но, говорит, что там 500 тысяч действовало, как иногда там говорят, ну, это вряд ли. Для более поздних, ну, скорее всего, будет снижаться. Почему? Потому что, ну, Китай вступает в такой период, там, раздробленности, да, там, когда начинаются все эти проблемы сначала Трое царствие, потом 16 государств, 10 кочевых племен, потом, значит, это обратное собирание, да, потом снова фрагментация, вот это, так сказать, пять династий. Ну, это карликовые государства, собственно говоря, да, относительно там, допустим, некоторых династий, которые считаются легитимными, но они правили какой-то маленькой частью Китая. Вот, в частности, Сун, да, династия известная с 960 по 1279 год, да, правило. Низложено монголами, да. Так вот, эта династия считается крупной, да, и отсчет у нее с 960 года. Но она только в 984 году, если я правильно помню, вот последнюю цифру, сокрушила династию позднее Тан, которая владела всей территории Сычуани. То есть, даже она не сразу завоевала всю территорию, а, значит, маленькая такая карманная империя существовала в это время все время на территории Сычуани. То есть, естественно, что у нее возможности физически собрать такие огромные войска не было. Вот, поэтому нужно смотреть каждый раз очень конкретно, очень так конкретизировать, тогда мы что-то сможем, как говорится, в будущем возможно вычислить. И вот прогнозы, чем более позднее, тем, конечно, они более благоприятны. Просто, ну, больше массив документации. Разумно. Хорошо, огромный у нас разговор получился, но мы все равно... Ну, блиннее, чем хотели. Мы все равно не всю информацию, например, не перечислили, не рассказали, которая есть в ваших работах, в том числе, там, в огромной статье, которую можно даже книгой назвать. Расскажите, где ее найти. Ну, книгой нельзя, просто вот я покажу ее, собственно говоря, вот такая вот у нас, ну, тут есть Иоаннида статья, это, кстати, его рисунок, это Боброва на обложечке, да. А в ней его большая статья про вооружение ранних маньчжур, и моя большая статья называется «Китай против кочевников». Почему так? Ну, скажу, вот есть такая вот аберрация, да, что вот типа кочевники – это супервоины. На самом деле нужно всегда брать это, скажем так, принцип историзма, да, то есть в конкретных исторических условиях. И вот здесь, собственно говоря, я разбираю, да, что, как влияли кочевники на военную мысль, на военное дело Китая, какое было обратное влияние, и насколько Китай был способен, ну, сопротивляться кочевникам. Ведь я, наверное, не открою секрета, что вот был такой монгольский автор Чулуны Далай, но я думаю, что, наверное, к сожалению, покойный, потому что книга его издана еще в 80-е годы. Вот. Там очень характерный момент, что когда сформировалась империя Юань, и начались там вот эти трения между Хубилаем и там Арик-Бугой, да, там вот эти вот все вот эти вот династийные распри, что делает Хубилай, чтобы покорить противника? Он бросает в Монголию китайские войска, и китайские войска разрушатся на все. Просто. Почему? А это пишет Монгол, кстати, это не это самое, не там, не я придумал ничего. То есть он признает, что эффективность войск зависит только от, извините, их управления. Управления, мотивации, снабжения и так далее. Если страна находится на каком-то, скажем так, ну, таком критическом, надломном моменте, да, то очень часто даже сравнительно, скажем так, ну, такой менее развитый противник может одержать верх. Вот. И вот этому, в общем-то, посвящена вот эта статья. Я думаю, что там очень много приведено примеров. Там все приводы я как раз вот делал, начиная с древних источников до последних источников. И, ну, купить можно. Я вот обязательно дам ссылочку. Это она в электронном виде не распространяется. Почему? Потому что все-таки журнал Parabellum, он продается в бумажном виде. Но всегда можно непосредственно к Александру Константиновичу Нефетову обратиться в ВКонтакте. Он обязательно удовлетворит просьбу, если еще тираж остался. Вот. А уже когда тираж распродан полностью, это статья 21-го года, то можно уже тогда будет с ним поговорить, может быть, после разрешить что-то выложить. Ну, как бы это вот условия работы с этим изданием. Вот. Хотя журнал, кстати, очень хороший. Всем рекомендую. Очень разнообразные там тематики. И вот, в частности, мы сейчас там вот взяли, постоянно ведем какую-то китайскую тему. Вот уже несколько журналов подряд там она появляется. И даже был спецвыпуск вот в апреле этого года, посвященный завоеванию Джунгарии. Полностью все там про Джунгарию. Целых две программы «Родина слонов». А мы только коснулись темы военной истории древности в Китае. Мы с Алексеем Пастуховым запланировали как минимум еще две программы. Во-первых, про появление кавалерии. Мы подробно расскажем, как возник этот род войск и как он менялся с течением времени. И про пороховую революцию в Китае. Как огнестрельное оружие пришло на родину пороха. Спасибо нашим подписчикам за поддержку. Напоминаю, что если вы хотите стать спонсорами следующих выпусков «Родины слонов» и увидеть свои имена в этом списке, вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлая.ком.донейт или воспользоваться сервисом patreon.com, если вы живете не в России. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok